Томсуэрфест – это фестиваль, который объединяет волонтеров и спонсоров. Чем занимаемся мы? Ремонтируем старые домики, которые являются объектами культурного наследия, чтобы сохранить историческую среду города и обратить внимание на ситуацию, которая сегодня сложилась с объектами культурного наследия. Речь не идет о полном восстановлении исторических зданий, но можно обновить фасад и точечно перекрыть крышу, подлатать рамы, починить старое крыльцо. На самом деле помощь нам нужна не только с деньгами. То есть люди могут помочь нам тем, что придут в дни ремонта и помогут его привезти. Могут, то есть владельцы кафе, кофеин, могут организовать питание для людей, которые будут работать на объекте. Нам нужны фотографы, видеографы, которые на общественных началах согласятся снять фоторепортаж, смонтировать какой-то сюжет. То есть нам вообще важна любая помощь. Нам важно, чтобы об этом люди говорили, рассказывали друг другу. Сегодня съемочная группа ЗАП-ТВ вместе с координаторами Том Сойерфест приехала к памятнику архитектуры, чья история насчитывает столетия. Сейчас здание находится в жутком состоянии. Его нужно срочно спасать. Это отреставрировать или провести капитальный ремонт. Такие работы, конечно, нужно проводить для памятника. Это просто необходимо. Но поскольку это жилой дом, здесь инициатива должна исходить от граждан. Это в соответствии с жилищным кодексом, в соответствии с законным объектом культурного наследия. Граница между прошлым и настоящим четко очерчена. С правой стороны мы видим здание модного торгового центра, а слева дома с вековой историей. Строение было возведено до 1908 года. Входит в ансамбль квартала «Братьев Полутовых», которые внесли большой вклад в развитие территории. Уже в то время здесь был центральный водопровод и печное отопление. Историческое здание по улице Ленина 102 буквально разваливается на глазах. Сгнившие полы и такие же потолки. Но, кажется, до этого уже давно никому нет дела. Жители утверждают, живут как на пороховой бочке, слушают скрип и шорох, боятся, что строение рухнет. Мы же живем здесь, здание не будет сохраняться. Им не надо, это огромные деньги. Ну, хотя бы улучшить наше какое-то, и выселение нам не светит. А его ветхим аварийным-то не признали, да? Оно давно, 100% износа, очень давно. Жилой дом должен обслуживаться управляющей компанией служба заказчика. По словам жителей, на их звонки никто не реагирует. То есть какие-то коммунальные, они все отмахиваются. О, это такое старье, это как, это вот вы что, да? Они просто, они в изумлении, как вы вообще-то тут живете, это понятно. Но можно нас не трогать. Мы не сможем вам ничем помочь, денег нет, ничего. Статуса памятника с этого дома и вот с многих других никто не снимал. Но и никто его и не содержит, опять же, как памятник. Но ситуация в том, что жить и находиться в таком помещении небезопасно. Потому что полы действительно загнили. Он очень древний дом, больше 100 лет. Вот гораздо больше, по-моему, 140-160 лет. И он действительно очень старый. Здесь проводка, если посмотреть внимательно, она действительно настолько древняя, которая сегодня, уже ее можно назвать ретро, да, которая сегодня продают за большие деньги, у нас ее очень много. И дом в любой момент может загореть, без проблем. Сейчас у всех появилась уникальная возможность сохранить исторические памятники архитектуры. Такие здания должны быть украшением города, а не коростами и темными пятнами забытой истории. Юлия Сидельникова, Николай Шунков, ЗАПТВ. Юлия Сидельникова, Николай Шунков, ЗАПТВ.